Работать в домовых чатах и оперативно отвечать по электронной почте, не оставляя без внимания ни одну заявку. Таковы правила новых стандартов работы управляющих компаний. Создание соответствующих телеграм-чатов в социальных сетях, телеграм-каналов, которые позволят жителям контактировать напрямую с управляющей компанией и, не допуская обращения в добродел, ставив вопросы для решения, решать их. Задача управляющей компании на сегодняшний день – шиться, как угодно это назвать, суровой ниткой с каждым квартирным домом и обеспечить рабочее взаимодействие, и работу обеспечить на опережение. Если в подъезде не горит лампочка или холодная батарея, не нужно бежать в офис управляющей компании и дожидаться ответа в регламентированные сроки. Достаточно воспользоваться мессенджером в социальных сетях и получить незамедлительную реакцию. Задача органов местного самоуправления – контролировать работу УК и количество жалоб на портале Добродел. Естественно, нельзя работать так, чтобы не было обращения. Они будут, безусловно. Но есть те, кто на них реагирует, и мы это будем видеть. Есть те, кто не реагирует. Или реагирует плохо, или проактивно не реагирует. Тогда эти компании будут выноситься с рынка услуг. Единый портал «Дом Мусор и Кру» позволит проводить общие собрания собственников в электронном виде. Здесь же будут размещать информацию о плановых отключениях вода и электроснабжения, а также датах капитального ремонта. Для тех, кому все же привычен очный формат общения, для каждой управляющей компании будет сформирован график приема жителей в офисе МФЦ. Там будут оборудованы дополнительные рабочие места. Екатерина Фролова и Егор Кабанов для программы «Городские вести». Продолжение следует...